Глава тридцать девятая книги Иова Кто пустил дикого осла на свободу И кто разрешил узы онагру Которому степья назначил домом И солончаки жилищем Он посмеивается Городскому многолюдству И не слышит криков погонщика По горам ищет себе пищи И гоняется за всякой зеленью Захочет ли единорог Служить тебе И переночует ли у ясли твоих Можешь ли веревкою привязать Единорога к борозде И станет ли он баранить За тобою поле Понадеешься ли на него Потому что у него сила велика И предоставишь ли ему работу твою Поверишь ли ему Что он семена твои возвратит И сложит на гумно твое Ты ли дал красивые крылья Павлину и перья и пух Страусу Он оставляет яйца свои на земле И на песке согревает их И забывает Что нога может раздавить их И полевой зверь Может растоптать их Он жесток к детям своим Как бы не своим И не опасается Что труд его будет напрасен Потому что Бог не дал ему мудрости И не уделил ему смысла А когда поднимается на высоту Посмеивается коню и всаднику его Ты ли дал коню силу И облег шею его гривою Можешь ли ты испугать его Как саранчу Храпенье ноздрей его ужас Роет ногою землю И восхищается силою Идет навстречу оружию Он смеется над опасностью И не робеет И не отворачивается от меча Колчан звучит над ним Сверкает копьей дротик В порыве и ярость он глотает землю И не может стоять при звуке трубы При твуд трубном звуке Он издает голос Гу-гу И издалека чует битву Громкие голоса вождей и крик Твоею ли мудростью Летает ястреб И направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову Возносится орел И устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале И ночует на зубце утесов И на местах неприступных Оттуда высматривает себе пищу Глаза его смотрят далеко Птенцы его пьют кровь И где труп, там и он И продолжал Господь и сказал Иову Будет ли состязующийся со вседержителем еще учить? Обличающий Бога Пусть отвечает ему И отвечал Иов Господу и сказал Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду Руку мою полагаю на удачу